Диаграмма – это графическое представление числовых данных. Она служит для наглядного представления данных и облегчает выполнение сравнения данных, выявление закономерностей, анализ данных. Например, в данном случае, вместо того, чтобы изучать целый столбец чисел, можно взглянуть на диаграмму и легко найти ученика с наибольшим весом, ученика с наименьшим весом, а также получить общее представление о том, какой вес имеют ученики. Прежде чем строить диаграммы, полезно познакомиться с некоторыми понятиями. Ряд данных – это набор, связанных между собой данных, отображаемый на диаграмме. Каждому ряду на диаграмме соответствует отдельный цвет или способ отображения, указанный на легенде диаграммы. В данном случае диаграмма отображает один ряд данных. Он называется вес. Данная диаграмма отображает три ряда данных. Золото, серебро, бронза. Следующее понятие – это категория. Категория – это точка сравнения данных. Например, ряд данных вес сравнивается в точках Артамонова, Белов, Грачева и т.д. Ряды данных золота, серебро, бронза сравниваются в точках Германия, Австрия, США, Россия, Канада. Ряды и категории тесно связаны между собой. Например, в данном случае ряд данных золота присутствует в категориях Германия, Австрия, США и т.д. Поменяем ряды и категории местами. Теперь на нашей диаграмме имеют среды Германия, Австрия, США, Россия и Канада, которые сравниваются в трех категориях золота, полученное Германией, Австрией, США, Россией и Канадой, серебро и бронза. Следующее понятие – это легенда. Легенда – это подпись на диаграмме, разъясняющая цвета рядов либо категории данных. На диаграммах большинства типов присутствуют оси – горизонтальная ось и вертикальная ось. На одной из осей, как правило, откладываются категории – золото, серебро, бронза, а на другой оси – числовые значения, соответствующие данной категории. Для облегчения восприятия информации достаточно часто на диаграмме имеются линии сетки. Это прямые линии, проведенные из делений оси параллельно другой оси. Таким образом, при необходимости легче оценить числовое значение. Линии сетки бывают горизонтальные, а также вертикальные. На данной диаграмме вертикальные линии сетки отсутствуют. Диаграмма также может иметь название, которое чаще всего располагается сверху, но может располагаться и в другом месте. При работе с диаграммой выделяют область диаграммы. Это вся область, на которой расположены остальные элементы – название, собственная диаграмма, легенда и т.д. А также область построения диаграммы.